здравствуйте дорогие радиоуслушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша хочу сказать что сегодня программа является юбилейной она сегодня у нас сотая по счету так что большое спасибо всем кто нас смотрит всем кто нас слушает и всем кто нас поддерживает сегодня в нашем эфире известны политик российский политик и общественный деятель борис надеждин добрый вечер борис борисович добрый вечер добрый вечер борис большое спасибо что вы согласились в это позднее время побеседовать и с нами и с нашими радиоуслушателями и с теми кто смотрит в данный момент на youtube канале борис перед тем как мы начнем беседу хочу вам сделать комплимент в сша в чикаго и в других штатах а после владимира путина вы самые известные политик россии самый заметный политик россии владимир жириновский на третьем месте так что это неплохой результат при случае можете владимир жириновскому сказать что вы на втором а он на третьем все таки владимир путин на первом месте самый узнаваемый российский политик будем так говорить борис борисович первый вопрос касается конечно же того что происходит в хабаровске по моему за этим наблюдают если не весь мир то во первых вся россия и весь наверное русскоязычный мир скажите пожалуйста на ваш взгляд эта история об одном человеке я не виду а бывшего губернатора этого края фургала или это проблема накопленная за 20 лет право правления владимира путина на ваш взгляд но это история которая достаточно долго зрела начнем с этого дело в том что я не хочу там вдаваться в подробности криминальной истории господина фургала там может быть очень может быть что там есть за что его преследовать дело не в этом дело в том что его избрали жители хабаровского края ровно для того чтобы продемонстрировать что они голосуют за кого хотят и имеют на это право они за того когда путин прислал из москвы а он победил как такая протестная фигура но кстати не первый такой случай когда побеждает у нас оппозиционный кандидат губернатора уже побеждал левченко в иркутске там еще много таких было ну немного но там 5 6 ситуации было и некоторых за эти губернаторов отстраняли и никаких протестов не было вот что собственно произошло дело в том что во первых фургал оказался действительно очень эффективным как минимум с точки зрения работы с населением губернатор его действительно там реально очень любили очень поддерживали он сделал ряд необычных для российских губернаторов дел например отказался там от дорогого дома там продал по моему то ли вертолет то ли яхту какую-то дорогую доставшуюся от предыдущего губернатора всячески показывал что он плоть от плоти человек простой и и вы действительно очень любили в отличие от многих других губернаторов нашей стране в том числе оппозицион поэтому когда его не просто отстранили арестовали причем очень сомнительное дело даже не в том дело что само по себе обвинение человека в убийстве которое произошло 15 лет назад само по себе вызывает некоторое удивление вот но там дело даже в другу дело в том что все прекрасно понимают что допустим даже имело место какое-то убийство там и какая-то роль его было все прекрасно понимать что его арестовали вовсе не за это а ровно за то что он каким-то образом сильно поругался то ли с какими-то олигархами там разные из теории то ли с кремлевским начальством но короче с кем-то из москвы и вот это ключевой момент дело в том что многие регионы россии и особенно это сильно чувствуется на дальнем востоке в том числе хабаровском крае чувствует что москва то есть центр федеральный центр забрал что называется все соки диктует свою волю там черт знает кого присылает вот в качестве наместников и это действительно людей просто оскорбляет обижает они считают что делать нельзя и вот так вот звезды сошлись что во первых дальний восток во вторых популярный губернатор в третьих совершенно какое-то неправдоподобное объяснение что он там натворил 15 лет назад и привело к тому что мы наблюдаем хабаровский надо сказать что за все путинское время подобного масштаба акции действительно просто не было но были более многочисленные акции в москве 2011 году я в них принимал участие на фоне фальсификации выборов в госдуму но все-таки 100 тысяч для москвы это конечно много людей 100 тысяч которые вышли туда на площадь сахарова но все-таки в доле к населению те кто выходит в хабаровске а там по разным оценкам выходят абсолютно точно десятки тысяч людей кто-то говорит 30 кто-то говорит 50 но в любом случае в доле населения городу хабаровск это очень много если бы такая же доля населения вышла в москве решила бы примерно миллионе человек и я просто люди моего поколения хорошо помню что когда на улице москвы вышло полмиллиона человек девяносто первом году то собственно говоря это и решила исход борьбы с гкчп несмотря на то что тогда в москве были и росгвардия самой настоящей советской армии с танками но когда на улице выходит полмиллиона человек то здесь не росгвардия не даже танки ничего сделать не мог болит борисович часто можно слышать такой постулат надеждин это политик европейского толка то есть где-нибудь в евросоюзе например в нидерландах может быть или в латвии надеждин уже давно был бы либо премьер-министром либо в правительстве как вы считаете почему в россии вот так вот не воспринимают ваш такой вот политический уровень вот ваше такое отношение с политики и к людям но меньше всего мне хочется сейчас как-то знаете занять такую позу я то такой великий хороший настоящий политика вот родная земля не ценит такого замечательного человека но дело ж не в этом дело в том что есть такая поговорка где родился там пригодился да вот я в этом смысле как-то у меня была кстати возможность выбора про это можно отдельно поговорить я вполне реалистично выбирал восемьдесят восьмой год по моему это было я еще был физик теоретик и меня пригласили значит в сша на работу мой научный руководитель который кстати с тех пор профессор университета американской уже сколько там больше 30 лет вот и у меня выбор был совершенно конкретно то есть я просто сидел и прикидывал то ли мне уехать в америку то ли остаться в союзе но выбор я тогда сделал и потом много что уже было и не что-то как-то но совершенно не приходит в голову там баллотироваться в конгресс шайли к несет израиля на что тоже мне многие намекали что у меня там много шансов к несете вот но если говорить серьезно ну что поделаешь я вот живу в россии уже давно живу а как-то что-то удалось сделать что-то нет потому что у меня за плечами 30 лет политической биографии страшно сказать на первый раз я выдвигался депутаты в 1990 году еще при торбачу а баре борисович вот вы сейчас сказали а 30 лет вашей политической карьеры можно так сказать за эти 30 лет на ваш взгляд насколько политические элиты россии изменились насколько они были вот в девяностом году какого плана эти были или ты даже по своему будем то говорить интеллектуальному развитию и элиты сегодняшние вот на как вы можете оценить вы кандидат физико-математических наук человек логически мыслящий как вы можете вот оценить вот эти элиты 30 лет назад и сегодня но безусловно не очень разные элита начала 90-х годов когда началась моя политическая карьера на грубо говоря состояла из таких вот двух составляющих если грубо говорить основной составляющей элиты была советская элита то есть то что называлось партхозактив или советская номенклатура директора советских предприятий там секретари комитета там комсомола партии и так далее все эти люди никуда не исчезли подавляющее большинство так и осталось руководить районами городами областями вторая составляющая которая была совершенно новая это был такой демократический призыв но вот такие люди как я как я вот из как бы из из кабинета научного сотрудника советского кандидата вот физмат наук как вы вспомнили я вдруг оказался в кресле там заместителя председателя городского совета благопрудным то есть фактически вице-мэр города не очень большой город там тогда было 70 тысяч жителей вот тем не менее я вот оказался вот в одном кабинете сидела я в соседнем кабинете сидел бывший секретарь райкома кпсс и мы как-то вот взаимодействовали работали на протяжении нескольких лет а это это элита она вот так вот сложилась такой взрывной был всплеск и очень многие люди в окружении бориса ельцина кстати борис ельцин был из советской номенклатуры на секундочку там кандидат члены политбюро по моему родиться к вам был первый секретарь обкомов больших и светловского и московского соответственно вот он оттуда а вокруг него оказалось довольно много людей совершенно вот такого удивительного призыва вот абсолютно из другого места тот же бурболис тот же там сергей шахра и так далее вот поэтому было в начале 90-х была вот такая смесь гремучая потом конечно много что произошло и постепенно портхоз номенклатура такого советского призыва но по естественным причинам стало сказать уходить а ее место стали занимать самые удивительные персонажи надо сказать если так сказать проскочить несколько этапов а уже оказаться в путинское время в двухтысячные годы то конечно здесь сильно радикальное отличие от элиты начала 90-х значит во первых такие романтичные демократы разделились на две части романтичные демократы ельцинского призыва среди которых между прочим и чубайс и гайдар и немцов ну последние два моих близких товарищей уже покойные к сожалению с другой стороны вот как бы первый призыв демократический расслоился часть людей как бы плюнула на все это окунувшись в реальную бюрократию ушло очень много таких вот тех кто избирался верховный совет демократов они ушли а часть стали вполне себе часть номенклатуры начиная с того же натуре собчака вот и его как бы окружение включая владимира путина вполне встали нормально дальше что еще интересно очень много особенно в конце 90-х поднялись людей которые не были особо какие-то великие в рамках советской номенклатуры но имели определенные связи и вот именно из них рекрутировались то что называлось конце 90-х это слово придумал борис немцов олигархи но вот кто такие вообще говорят там прохоров потанин ходорковский и многие другие известные всему миру люди это это люди которые но не занимали больших должностей просто всего возраста советское время но как-то оказались рядом то ли с комсомолом как кодорковский то ли там с бизнесом таким международным там как потанин или там впоследствии прохоров и так далее вот они тоже ворвались в элиту это уже чисто бизнесовые такие люди и поэтому пропуская несколько таскать этапов сегодня российская элита это вот что такое там уже почти не осталось людей поколения советской подхоз номенклатуры действительно практически не осталось туши им очень много лет это очень много силовиков потому что при путине рекрутировалась в литву и заняли самые разные посты выходцы из фсб выходцы из службы внешней разведки там глубоко и шалонированная причем они занимают вполне цивильные должности огромное количество нынешних губернаторов это люди из но грубо говоря которые начинали как охранники путина или его товарищи естественно не губернаторы большое количество также глав районов и городов тоже в прошлом носили погоны это очень хорошо видно в россии и отдельно вот как бы люди из олигархов первого ряда их так сказать окружение второго третьего ряда то есть люди абсолютно связаны с бизнесом с крупными промышленными предприятиями и так далее поэтому так сказать если уж там не растекаться мыслью по древу то элита вот сегодняшняя путинская по сравнению с элитой раннего ельцина она куда менее романтична куда более прагматична и я бы так сказал привыкла действовать в условиях вертикали и ситуации когда важны не институты это кстати очень важно это отличает от того что ельцин делал а все проблемы решаясь в ручном управлении проще говоря преданные тебе люди понятно и ставятся на важные посты а дальше место интересов там государства регионы и так далее возникает просто некоторая система договоренностей там кадр решает все и грубо говоря реальная власть осуществляемые путиным и его окружением идет достаточно мимо формальных институтов государства достаточно мимо них в нашей студии выступала елена лукьянова и мы с ней беседовали о принятии поправок конституции это самая главная история которая случилась за последний месяц и я знаю что вы были одним из главных оппонентов этих поправок вы были против да такой вопрос ну а что дальше елена лукьянова сказала что эти вот поправки работать близ ближайшем будущем историческом будущем работать не будут как вы видите что дальше за вот этими принятиями поправок да в общем ничего особенного не будет потому что в россии формальный текст конституции к сожалению говорю это с болью потому что сама значительную часть жизни был юристом и многие конституционные законы лично мной написаны там и принятые и не принятые но в россии к сожалению формальный текст конституции не играет существенной роли честно говоря в принятии решений вроде как он есть а вроде как вот все попытки апеллировать конституционному суду они ничем не заканчиваются я так скажу для меня это такая тяжелая личная история потому что еще на заре этого процесса когда он только начинался еще не был публичным я же общаюсь ключевыми фигурами и в доме в сайте федерации администрации которые занимались этим проектом про конституцию я самого начала им сказал что будет тот самый случай когда пророчества оказались брачные пророчества сбылись есть там не вдаваться детали я им сказал что будет две вещи первое значит когда я узнал что путин настаивает на том что было голосование всенародное я им сказал первое вы откроете ящик пандоры сначала замок был очень небольшой речь шла примерно 20 там поправках дальше я сказал что если вы начнете всерьез обсуждать и в бросить и сказать такой а ну а у там чтобы еще поправить вы получите какой-то бессмысленный поток сознания самых разных людей так оно и вышло удивительное дело но путин решил почему-то большинство этих очень странных иногда предложений поддержать включая там упоминание бога там еще что-то там ну там память предков не хочу даже вдаваться детали все это писалось на коленке совершенно не подготовлено и честно говоря выглядит просто смехотворно я на всякий случай скажу что поскольку путин запретил менять содержание глав первой второй конституции где собственно говорится про основы конституционного строя идеологии права человека то все эти сентенции о боге величие там память победы и все остальное оказалось в главе третьей конституции которые вообще-то называется федеративное устройство и изначально просто содержала перечень полномочий субъектов федерации российской федерации тогда вот у нас теперь федеративному устройству относится бог там значит русский язык государство образующий на все такое но это уж ладно и второе что я сказал я сказал что ребята вот я когда я узнал как они планируют провести это голосование там общероссийское я сказал у вас будет просто масштабная фальсификация то есть просто результат будет нарисован так сказать поскольку вы как это объяснить то вы создали такие правила голосования что грех не фальсифицировать ну что и произошло надо сказать что есть разные оценки вот математик шпилькин с которым я учился физма школе при мгу когда-то очень давно в отличие от меня он стал серьезным математиком он разработал математические модели которые позволяют оценивать но на основе чистой математики масштаб фальсификации и вот выяснилось что голосование которое шло неделю и закончилось 1 июля это абсолютный рекорд по фальсификациям вообще за всю историю выборов современной россии то есть оценка вброшенных голосов то есть но фальсифицированных там колеблется масштаб там 20-25 миллионов что очень много резюмирую вся эта история нанесла очень тяжелый удар и по конституции российской федерации самое главное повод как бы вы же понимаете шоу классифицировать таких масштабах должны сотни тысяч людей членов комиссии прекрасно понимать что они делают и фальсифицировать выбора то есть совершать поступление в этом нет ничего хорошего и одно из последствий когда вот режим будет меняться будет то что все кто это устроил наверное какую-то ответственность должны принести мне так кажется а в продолжении этого вопроса на последних президентских выборах президент путин получил семьдесят восемь процентов а на последних поправках конституции его желание пожелание получила тоже семьдесят восемь процентов то есть вы считаете что если 20 процентов приписали то все равно большинство людей а совершенно верно смотрите я же не просто так это говорю кроме оценок шпилькина есть еще мой собственный опыт мне же удалось несмотря на то что отдельно там запретили независимое наблюдение пришло за счет того что у меня есть хорошие личные отношения с большими начальниками удалось в отдельных местностях россии в частности в родном долгопрудном а действительно заблокировать фальсификации но поставив серьезное наблюдение и там где были наблюдатели либо в тех территориях где традиционно нет фальсификации кстати не так много в огромной россии их не так много там результаты сильно отличаются официально объявленных но тем не менее вот что правда то правда большинство мест участков и городов где фальсификации не было все равно зафиксировали в целом поддержку конституции поправок которые предложил путин не на таком уровне как они объявили там 80 процентов за или что-то вроде этого но да да где-то на уровне вот среднем из того где своими глазами видела я своими глазами видела эти бюллетени в некоторых участках и мои наблюдатели видели где-то примерно так две трети на треть то есть две трети тех кто реально проголосовал поддержали поправки треть была против это конечно не те результаты 80 на 20 процентов как они объявили но все равно надо надо признать что и при честном подсчете и при честных выборах действительно у путина было бы большинство элла панфилова человек который был одним из символов такого демократического преобразования она стояла рядом с борисом немцовым она вы ее хорошо знаете как вы думаете почему с ней случилась вот такая метрамов метаморфоза потому что по-другому то что делает на сегодняшний день элла панфилова по-моему никто нормально объяснить не может даже ее ближайшие друзья то есть были бывшие друзья как вы можете а вот прокомментировать ее деятельность знаете я же больше 20 лет лет 25 я входил в экспертный научный совет при центре сберкоме который может быть случайное совпадение был распущен вот несколько месяцев назад как только я попытался втянуть его обсуждение правомерности вот этих конституционных поправок а также того что центр сберкома поручили проводить это голосовать я это предложил там был большой скандал администрации возможно случайно возможно нет через два дня распустили экспертный совет куда этом 25 лет входил еще при трех предыдущих председателях центра сберком я могу сказать следующее увы увы говорю это опять же с болью и не хочу там как-то кого-то обидеть или что-то еще но условием назначения на ключевые посты в государстве российском включая формально независимые от исполнительной власти такие как центр сберком такие как высшие суды кстати я уж не говорю про парламент сам я имею ввиду сайт федерации где фактически все прекрасно понимают сенаторы назначаются в кремле и вовсе не избираются в регионах так вот чему я клоню то к сожалению неизбежным причиной основанием назначения на эти формально независимые посты является то что вы должны вас вызывают в администрацию президента зависимости от ранга которые до должности которые вы там хотите занять или вам предлагают занятие вы там как бы просто вам конкретно говорят но ты будешь делать что мы скажем или нет на своем посту я так утрирую например на так происходит именно так и люди могут согласиться могут не согласиться но вот если человек соглашается занять пост на этих условиях дальше предъявлять ему какие-то моральные претензии мне кажется неправильно ну без смысл борис борисович мы сейчас уйдем на рекламную паузу и через пару минут вернемся не отключайтесь будьте с вами на связи спасибо в эфире программа политинформания радиостанции народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша и ее постоянные ведущие эдвард брумер и гербер напоминаю что сегодня юбилейная сотая программа по счету и поэтому мы благодарим всех кто нас смотрит и слушает а мы продолжаем беседу с российским политиком общественным деятелем борисом надеждыным борис борисович да да очень поздравляю вас сотым выпуском спасибо 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 большое борис борисович а в начале года владимир путин неожиданно для всех сменил правительство и на эту должность пришел человек которого знали наверно в кругах только профессионалов михаил мишустин как вы можете за вот это время то что был полгода он находится а во главе пресса как вы можете оценить его деятельность ну что вам сказать во первых но действительно за полгода уже можно какие-то выводы сделать буквально на днях он выступал государственной думе было там много непривычного для выступления представителя правительства российской федерации особенно всех впечатлил телесуфлер то есть прозрачный экран на котором значит был текст честно говоря как-то не привыкли у нас такому пока вот он показал что прекрасно владеет ситуация ясно понимает задачи это как бы то есть он вышел на публичную на публичные уже уверен дело в том что степень его публичности была крайне невысока не сопоставима с публичностью путина вот он стал публичной фигурой рейтинг его кстати доверие к нему стремительно растет между прочим скоро он путина догонит по цифрам доверия уже сильно впереди там и медведева у которого никогда не было особенно много и он уже обогнал по доверию там и зюганова и даже жириновского то есть он политик номер два в стране это правда это одна сторона вторая менее публичная менее понятно она связана с тем как распределяется полномочия среди вице-премьеров там министров там все это подсчитывается кто так и очевидно что степень его аппаратного влияния реально растет то есть это же россия тут же кто на самом деле власть непонятно часто я много работала в правительстве россии в администрации речь идет о 90-х годах и могу сказать что иногда сильнее было администрация иногда сильнее было правительство с точки зрения влияния все зависело то какие фигуры там кто ближе к президенту и так далее а могу сказать что сейчас степень автономности правительства во главе с мишустиным растет и дай бог что называется ему удача потому что у него реально очень тяжелые непростые все прекрасно понимают что экономическая ситуация лучше не станет наложилось очень много факторов некоторые из них глобальной характерностиями эпидемию на пандемию даже коронавируса насильно ударила и по американской экономике естественно по российской по европейским странам по всем кроме того россии своих проблем очень много чисто российских там кроме там глобальных проблем которые для всех стран важны экономическая ситуация к сожалению плохая наш бюджет уже дефицитные там у нас идет сокращение важных госпроектов инвестиционных программ больших ничего хорошего не будет очень сильно пострадал малый и средний бизнес резко упали доходы населения к сожалению в российской федерации в общем нас ждут тяжелые времена и задачи правительства мишустина конечно очень непростые я кстати искренне желаю ему как-то вот ну все таки на благо россии поработать и какие-то ситуации которые можно положительно решить все таки решить подчеркнул абсолютно это не означает что хотя мишустин формально де юра второй человек в стране по конституции и он же как я уже сказал его рейтинг доверие к нему уже там с поставим с путинским но это совершенно не означает что он преемник ни разу потому что такое уже было в россии много раз напомню что когда ельцин уже понимал что уйдет с поста президента российской федерации за последний год девяносто восьмой у нас сменилось три или четыре правительства то есть черномырдин потом кириенко потом степашин потом попытка опять вернуть черномырдина потом маслюков и примаков и винасти примаков да потом потом путин да так что для всех нас понял очень 4 4 или 5 за год сменилось вот возможно путин еще не раз какие-то другие ставки сделать у него времени больше чем у есть а как вы считаете кто именно может быть преемником на кого он все-таки может обратить внимание обратить внимание ну так найти чисто конспирологически поправкам конституции пока он никого кроме себя самого не видит вот но это ж путин он же никому не будет рассказывать он будет про ставить людей на разные посты смотреть за реакцией но мы же ты видели один раз когда он устроил такой неформальный тендер между дмитрием медведевым и сергеем ивановым то будет как бы преемником и тот и другой думали что он будет а вот медведев повел себя скромнее стал преемником как путин принимает решение в целом понятно он людей ставит определенной ситуации наблюдая за реакции наблюдать как они себя ведут и делает выводы пока могу сказать что мишустин не сделал ничего такого что поставила бы на нем крест как на прием борис борисович вы часто участвуете во многих политических шоу на российском телевидении и как нам кажется являетесь может быть единственным адекватным лицом на вот эти на этих платформах как вы считаете а вот ведущие роман бабаян супруги скобеевы они искренне верят в то что говорят и что отстаивают я не говорю про других участников вот именно ведущий или это только денег хороший вопрос кстати очень хороший вопрос я сам часто я его себе сам часто задаю поскольку я нахожусь в телевизоре уже больше двадцати лет страшно сказать федеральными имеют то есть мои первые передачи у соловьева тогда еще не было ни попова скобеева не бабаяна это но это начало нулевых годов это вот когда я был депутатом госдумы то есть 20 лет уже и на я некоторых наблюдаю очень давно вот владимир соловьеву 20 лет уже но позже гораздо намного позже появились и все остальные бабаян там но вот андрей норкин еще давно был до много кто был давайте так я скажу я уверен что большинство этих людей сто процентов и скобеева и бабаян роман значительной степени попов они абсолютно искренне верят то что говорят абсолютно искренне несколько сложнее с соловьевым он-то как раз я-то помню соловьева который был вполне себе позиционен там и издевался на единый россии так мы тоже помним с ним сложнее и могу предположить что он немножко так по-другому все это оценивает но еще раз помните мы говорили про панфилова да человек играет определенную функцию он задал определенную роль и предъявлять какие-то моральные претензии что панфила и что к соловьеву совершенно бессмысленно они очень цельные у них у них картина мира у них очень цельная абсолютно они уверены в том что они делают правильное дело но они несут ответственность за то что они говорят как вы считаете да безусловно они взрослые люди и соловьевцы все остальные ведущие прекрасно понимают что они говорят степени искренности все-таки еще раз возвращаясь к ведущим до молодых очень высоко я имею ввиду бабаяна попова скобеева нет искали абсолютно верят потому что мне приходится с ними достаточно часто общаться в нерамотном телеэфира там там не знаю пить чай после передачи говорить хорошо видно что они могут абсолютно искренне верится того что говорят сложнее соловьеву сложнее борис борисович а у меня будет непростой вопрос а если захотите ответить вы ответьте если посчитаете нужным не отвечать как говорится мы поймем последнее время владимир путин а будем так быть владимир путин всегда был логичен в своих назначениях и медведев и другие назначения были как говорится понятны и логичны назначение хоть и временно исполняющего обязанности но все-таки дегтяревы ни в какую логику не не проводится не укладывается до нас у меня вопрос такой насколько последнее время владимир путин адекватен я имею ввиду о и в плане здоровья и в плане его такого политического кругозора он абсолютно адекватен существует проблема на не только к нему относится к любому президенту большой страны к трампу он относится не в меньшей степени это проблема тех источников информации которыми он пользуется когда принимает решение вот источники информации которыми пользуется путин мне представляется не всегда адекватными всегда корректно не всегда объективно это абсолютно очевидно по некоторым его цитатам то есть он некоторые вещи и вот такое ощущение что просто смотрит телевизор и вот на основании картинки которую программирует его подчиненные делает вывод о том что происходит иногда мне так кажется вот но тем не менее вот исходя из той картины которая демонстрирует все его поступки абсолютно адекватно что касается дегтярева то я могу ну я просто это же очевидно двухходовка задача стоит следующее вот есть уважаемый человек владимир вольфов джириновский на секундочку третий по рейтингу человек в стране после путина и мишустина до третий у него рейтинг больше чем узюга довериями иду к нему в стране а этот человек устроил истерику потому что по его представлениям регион обещали ему то есть лдпр он там значит фургала его там регионе вдруг фургала помните я не знаю это потрясающая речь была жириновского в госдуме это просто был какой-то я думаю с разоблачение посмотрите найдите на ютубе она есть это просто фантастическая речь была мы вам конституцию а вы нам наручники кричал он и на все рассказал про деньги которые заносят там губернаторы и так далее но не в этом дело и путин абсолютно логично поступил следующим образом вот поставьте себя на месте путина никакого решения того чтобы каким-то образом убрать людей с площади из улиц хабаровской не существует в природе вот неважно кого угодно туда отправьте результат будет один абсолютно бесполезно пытаться прислать какого-то человека который вдруг которого вдруг полюбят хабаровчане этого верну просто нет такой человек и нет и зачем мучиться дальше нужно чтобы жириновский замолчал стал строй опять полюбил начальство и прекратил там всякие идиотские речи в госдуме поэтому да не вопрос владимир вольфович и я примерно понимаю как это происходит владимир вольфович обещаю тебе говорит ему владимир владимирович но не вы владимир путин со всеми на вы а дорогой день вот уважаем я согласен регион ваш назовите три любых фамилии члена вашей партии мы одного из них значит ну туда отправим его значит жириновский называет там три фамилии одна из которых михаил дегтяну остальные две видимо еще как-то сложнее было представить себе и путин его туда отправляет почему то что любой другой человек неважно дегтярёв и ванов сидоров петров все равно ничего не сделает поэтому вот собственно и все а дальше это второй ход дальше его там сожрутся мут все равно придется проводить выборы кого-то там выберут единственный разумный рациональный вариант это договариваться с местными элитами чтобы несколько кандидатов было от них и честно кто победит он станет губернаторного варианта его не существует не выберут там дегтярёва никогда хабаровский борис борис давайте поговорим об оппозиции о том что вам близко в нашем эфире выступал геннадий гудков и значит вот он свою позицию объяснял что оппозиция должна быть более активной надо как-то объединиться а кого вы видите кроме навального главе оппозиции и как вообще почему не происходит вот этого объединения чтобы стать реальной оппозиции действующей власти тяжелый вопрос понимаете я же начал начал свою политическую карьеру с того что боролся с кпсс которая выглядела между прочим по состоянию на там восемьдесят пятый год выглядела куда серьезнее и стабильнее чем нынешней единой россии выгонялись путина и что-то бились все там и сколько поколений было оппозиционеров и диссиденты и так далее как-то советская власть в основном чуть не делается все кто был против объявляли сумасшедшими выгоняли из страны а потом вдруг как-то раз так вот получилось за несколько месяцев рухнул советский союз вместе с ним кпсс так далее предсказать тот момент когда это произойдет с нынешним режимом но довольно сложно потому что все-таки я лично считаю что ресурсы стабильности у путина вот и нынешние политические системы они очень велики намного больше чем были у кпсс но хотя бы потому что люди куда более адекватные технологичные то есть путин гораздо лучше понимает современный мир и ситуацию в россии чем чем даже горбачев межпрочем я уж не говорю там предыдущее поколение коммунистических вождей оппозиции в этом смысле она у нее шансов то немного потому что ну вот но народ то в целом в россии там сравнивая ситуацию с теми же 90-ми и значительно степень благодаря пропаганде он так он путина уже не очень любит я это вижу по опросам по общению с людьми то есть путь не разочарование сильное но любая альтернатива путину если ее произнести просто вы говорите а что навальная что там зюганов а что там явлинский неважно назовите любую фамилию близко не набирает вот столько голосов при теоретическом голосовании или просто при опросе людей чем путин то есть да путин как бы он да он там не туда ведет и многое слишком долго сидит это уже все говорят большинство людей так считает но попытка предложить какую-то другую фамилию наталкивается на отороп ужас и не дай бог там и все неважно зовете вы зюганова зовете вы навальному в этом большая проблема я лично считаю что перспективы все-таки изменения режима политического стране и возвращение россии в такой мейнстрим европейских государств он связан не с тем что к власти придет там условно и навальный или условно и зюганов он связан с такой плавной модификации существующего политического режима и так далее мы таких примеров кстати довольно много видят куда более мрачные режимы чем путинскими виду там салазара или франка не хочу никаких параллелей с путиным боже упаси просто фиксирую что это куда более мрачные авторитарные режимы чем путинскими тот же пеночек да они как-то вот но сумели там без каких-то кровопролития и революции там постепенно превращаться в более понятные такие демократические конструкции я думаю что россии такой путь был бы оптимальный меньше всего мне хочется чтобы у нас произошло в москве то же самое что произошло 6 лет назад в киеве с теми же последствиями для стран меньше всего мне хочется чтобы президент путин убежал куда-то там как изнукович и был черт знает что борис борисович конец семидесятых годов вот мы с геной хорошо его помнит помним хотя нам было там 17 18 лет но мы очень хорошо помним это ощущение свободы которая была я уже не вы про то что я думаю вы помните это ощущение тоже и казалось что возврата вот к этому я бы не сказал бы тоталит хотя нет может быть и тоталитарному состоянию народа оказалось его не будет но то что мы наблюдаем за последние допустим будем такой с 2012 года она есть на наш взгляд вы может нас опровергните мое мнение почему так получилось почему русский народ на ваш взгляд почему в нем столько советского осталось и почему нет вот этого движения в сторону европы я имею ввиду именно политических свобод и в сторону америки но я так скажу во первых так совпало что освобождение от пут там коммунистической идеологии вот этот глоток свободы абсолютно согласен я никогда не забуду я был молодой человек меня был 20 лет и значит но не 20 я соврал конечно больше чуть больше до перестройка 22 года когда пришел горбачев там и все это было ощущение глотка свободы кстати появление горбачева вместе с раисой максимной было ощущение прям вот прям вот прям вот страна меняется смотрите умная интеллигентная женщина жена генсека вот потом особенный бросок свободы был там при на раннем ельцине было чувство свободы это правда но у многих было но вот так вот совпало что вот этот глоток свободы совпал с крушением экономики советской к сожалению да и с крушением советского союза как политической системы и то количество проблем которые получили наши граждане в 90-е годы которые сейчас принято называть лихий там все развалили хотя все развалилось не не из-за ельцина и гайдара все развалилось как раз из-за семидесятилетнего управления коммунистов так вот эти годы где действительно был глоток свободы совпали с чудовищными лишениями трудностями для огромного количества людей для большинства людей и как бы люди обычно ну так вот переживают все это как-то вписываются и такие же трудности были и вокруг везде любой другой по советской стране где-то больше где-то меньше а что какие трудности были там прибалтики или в казахстане или в украине грузии в армении азербайджане вообще война много чего было но внимание но дальше вот что интересно поскольку вот на скажем назарбаев как правило 90 и так и в нулевые до недавнего времени лукашенко как правило 90 и так до сих пор правят и кто там еще алиевы как правили так и правят у них не было возможности говорить так что вот были какие-то плохие люди в 90-е а потом пришли мы хорошие стало хорошо согласитесь назарбаев или алиев ничего такого сказать не могут что они же были в 90-е а вот в россии было по-другому в 90-е вроде как были одни люди власти ельц да условные там демократы а в нулевые пришел путин и жизнь наладилась что и позволяет внимание российской пропаганде строить очень простую очень доходчивую и что самое такое для меня как для либерала и демократа неприятная очень убедительную картину вот конца 20-го начало 21-го картина выглядит так была великая большая страна победила в войну там космос гагарина запустила не без проблем была страна да там были репрессии что-то еще но тем не менее все шло хорошо потом 90-е годы к власти пришли то ли просто идиоты какие-то либералы то ли прямые агенты ЦРУ там госдепа они все развалили а потом нулевые пришел владимир владимирович навел порядок мы встали с колена это очень убедительно понятная картина мира более того вполне доказуемая с точки зрения благосостояния людей вот другое дело что сейчас эта картина мира сильно корежится потому что к сожалению для путина действительно был рост нулевые к годы благосостояния сейчас он так сказать пошел в обратную сторону это печально для такого типа режима и его мифологии что мы великие поднялись колен до нас было плохо и так далее вот собственно что происходит и глоток свободы действительно был но было и много такого что сейчас интерпретируется как развал страны сознательные там или в силу некомпетентности вот таких как я например я же такой практически на лбу написано либерал из 90-х за что я и получаю регулярно в эфирах и так далее ну кстати очень любопытно у меня же огромное количество там читателей подписчиков десятки тысяч в разных соцсетях и если там пять лет назад самый массовый комментарий к моим выступлениям по телевизору был ах ты гад предатель убирайся к своим пиндосом там и так далее сейчас ситуация сильно поменялась между прочим очень много комментариев таких Борис Борисович мы вот раньше вас не любили что вы там предатель либерал а сейчас то вот мы понимаем что многое из того что вы говорите правда и вот вы единственный кто правду говорит по телевизору и так далее ну вот видите не только социология показывает что настроение у нас людей несколько меняется Борис Борисович мы вынуждены закругляться огромное вам спасибо за это интервью мы вам желаем самое главное здоровья удачи хорошего настроения и надеемся еще на пару интервью если вы будете продолжение разговора да согласны давайте а я желаю чтобы у вас была не только сотая но и двухсотая трехсотая и пятисотая передача огромное спасибо всего самого наилучшего до свидания